Девушки отдыхают Кстати, до сих пор не подвели. Итак, самые яркие моменты летнего сезона 2016. Поехали. Когда в нашей рубрике вышел сюжет Валерия Чепкасова о том, как воздушный шарик в городском фонтане купался, кто-то из пермяков воспринял это как руководство к действию. И на следующий день у драмтеатра были замечены десятки шариков, барахтающихся в строях воды. Стоим мы сейчас рядом с домом номер 4 по улице Дружбы и такое ощущение, что снег идет. Да и во дворе повсюду, как будто сугробы лежат. Смотрим мы на все это и вспоминаем фотографии, которые нам прислала Светлана Кириллова. Зимние забавы в июне. На улице адмирала Нахимова. Идет, бычок качается, вздыхает на ходу. Да нет, не вздыхает и не качается, а прочно стоит на ногах в палисаднике 197-го дома по шоссе космонавтов. Некоторые пермяки уже начали скучать по зиме. Это мы поняли, когда увидели кадр дня от Валерии Постниковой. Вот такой песковик появился на одном из городских пляжей. Мы дежурим уже почти 15 лет. И ни разу за все это время не видели такой клумбы во дворе обычного жилого дома. А это двор дома номер 55 по улице Белинского. И у них здесь не просто клумба, а прямо-таки райский уголок с цветами, садовыми фигурками и даже своим маленьким искусственным прудиком. Весь город еще спал, а детвора из дома номер 40 по улице Стахановской уже собралась во дворе, чтобы помочь одному из своих друзей поздравить с днем рождения маму. У них здесь оригинальное поздравление, а у нас кадр с сегодняшнего дня. Во дворе 20-го дома по улице Лодыгина появилась урна для дорожных знаков. Видимо, не нужны они больше никому, раз их выбросили. Наталье Ишемцевой предоставилась возможность понаблюдать за живой природой прямо у себя на балконе, где она обнаружила богомола. Немаленького такого, около 5 сантиметров в длину. Надо сказать, очень редкий гость в городской квартире. Когда своей дачи нет, а что-нибудь вырастить очень хочется, то это можно сделать прямо во дворе. Я, конечно, не садовод, но, по-моему, это кабачок, который растет у дерева под окнами жилого дома и попадает в кадр с сегодняшнего дня. Ну а наш первый осенний подарок за лучшую новость недели – это целый набор полезностей. Сумка, ежедневник и кружка от канала РЕН-ТВ «Рефей Пермь». Свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу по телефону 2630-300, группа дежурной по городу ВКонтакте, также в вашем полном распоряжении. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Удачи и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok